Я Марина Туголева, директор и основатель турфирмы «Мари». Меня иногда спрашивают, почему «Мари»? Очень интересно вам расскажу эту историю. Так как фирма была организована в 93-м году. И я уже давно рассказывала, что я закончила университет в Смоленске, английский, немецкий. И мы работали в то время уже с иностранными туристами. И уже тогда я видела, что есть интерес иностранцев, это 93-й год, иностранцев к путешествиям. Но они хотят не пятизвёздочные отели, они хотят природу, хотят озёра, хотят рыбалку, хотят вами по-чёрному, всё, что ближе к природе. И вот когда я приехала домой в двенадцатых годах, это двенадцатые годы, напомню, что это уже началась разруха экономики, крутые двенадцатые годы. И вот я начала эту идею озвучивать. И когда я приходила к нашим некоторым бизнесменам, у меня крутили около миска, говорят, девочка моя, какие озёра, какие леса, ты посмотри, наши дороги, там доехать нельзя. Но, тем не менее, я создала фирму и организовала первый рыбалотный тур. Это были немцы, девяносто пятый год. Наше раполовецкое хозяйство мне помогло, устроили вот эту экскурсию. Потом был ещё, в девяносто пятом году проходил такой фестиваль, пивной фестиваль, Латгаласалус проводил на мисс этого завода, пиво. И наша команда с немцами участвовала. В общем, немцы были очень довольны. Но конец очень печальный, ребята. Как вы думаете, какой? После ужина в кафе в ресторане Цинтерс на химии. Выходим мы после ужина, а машины все обворованы. У них удочки стоили, по тем временам, это были сумасшедшие деньги, около две-три тысячи евро. В общем, немцы хватили за голову ай-ай-ай, ой-ой-ой, но, конечно, никто удочки не вернул. После этого мое сотрудничество с иностранцами закончилось. Туроператор разрабатывает тур, вот как моя фирма Мария Автобусная. Он разрабатывает, деорганизует, гостиницы бронирует, то есть он как организатор. А тур агент продает уже этот тур на комиссии. Главная потребность любого клиента в туризме, чтобы туроператор исполнил его желание. На данный момент это отдых. Ну, я очень много посетила стран. И Европу, и экзотику. Ну, я не считала. Ну, много, действительно много. Но еще шарик большой, еще есть куда стремиться. Ой, я не знаю. Мне кажется, любая страна хороша по-своему. Нет. Я всегда выбираю страну, которая мне нравится и которую я хочу посетить. Самая удивительная страна, где я побывала, это, конечно, Индия. Индия – страна контрастов. Там удивило. Это очень большая разница. Мы останавливались в пятизвездочных отелях. Отель Хилтон, Мэриот. Шикарнейшие там бассейны, лотосы, все. И когда ты едешь по пути к этому отелю, ты видишь нищету прямо на улице. Люди живут на картонках. Вот очень большущая разница. Вот так и вот так. Это очень бросается в глаза. Ну, и, конечно, коровы гулящие по улице. Сначала было очень тяжело привыкнуть к этому. Мне нравится самолёт. Почему? Потому что это очень быстро и можно очень далёкие страны посетить. Но я также очень люблю автобусы, потому что автобус имеет свой плюс. Ты можешь увидеть много стран за одну поездку. Это Дубай. Когда я посещала Дубай, я не помню название, но в то время это было 2010. 2010 год. Отель, когда вот мы приехали, ещё не было. Это сейчас уже никого не удивишь. Ну, когда ты заходишь в туалетную комнату, а это, простите, меня, как целая гостиная с золотыми наконечниками и всё прочее, и с благовониями, то, конечно, это может народ было раскрыть. Мы туда и бегали все. Говорят, девчонки, а вы были там? Обязательно. Чтобы однозначно, если есть какие-то медицинские случаи, страховка покрывает. Мы едем в чужую страну, всякое может случиться. Ну, коронавирус бизнес стал. Мы все, по крайней мере, сидели дома. А когда разрешили ездить, это первое, да, первое было положение внутри страны, мы очень много стали делать поездок по Латгалии, по Латвии. То есть, в Латгалию очень посмотрели много интересных мест, и вот до сих пор вспоминаем эти такие маленькие, коротенькие маршруты. Но тогда и летать нельзя было. Ну, это вопрос очень обширный. Во-первых, зависит, всегда спрашиваешь его пожелания, что он хочет увидеть. Его однозначно, какую сумму он готов выделить на свое путешествие. Кто-то первый раз хочет сразу пять, ультра все включено. Кто-то первый раз хочет три звезды. Ну, конечно, самая классика – это Турция. Кто-то первый раз, то Турция, да, она беспроигрышный вариант. Ну, когда, конечно, индивидуальный тур. Вот я, например, сама, сама в своей семье не летела с туроператором, а летела в Таиланд. У меня было условие – это хорошие, комфортные авиалинии. Я летела тайскими авиалиниями, одними из лучших авиалиний в мире, через Германию. Но я, наверное, имея опыт, и то я просидела, наверное, три-четыре месяца, пока я нашла. Ну, в общем, это вот такое долгое время. Конечно, в лучший раз купил тур-пакет и полетела. А здесь тоже, если хотите поэкономить, надо искать билеты. Но сейчас, конечно, намного проще. Можно подписку сделать, рассылку. Но я считаю, это время. Горящие туры поджигает, первое, самолет и гостиница. Если, например, видно, что горит бронь на места, остались места, конечно, скидывается цена. Если гостиница видит, что малое наполняется, конечно, скидывается цена. У меня два путешествия. Первое – это Япония. Я очень хочу в Японию полететь, и я однозначно полечу. А второе, вы знаете, вот должен был выйти круиз на целый год. Люди купили билет, и тут я подумала, почему бы целый год не путешествовать на круизном лайнере. Здорово. Только зависит от себя остановиться перед всей этой горы льдой, перед алкоголем. Но уже народ, который попробовал, все включено. Это не первый раз, когда изобилие этих десертов или что-то. Уже останавливаются и туристы, и я уже спокойно отношусь к этому. Мы уже привыкли к этому. Я даже не знаю, чем можно еще вот удивить. Меня, например, очень удивляет кухня гурманов, такая гурманская кухня. Мишленовские рестораны. Вот это интересно. Я вот мы всегда говорим, что такое страховка, что она дает, и мы рекомендуем. Вот у меня был очень случай, и до сих пор мне наша клиентка встречает, так благодарит. Потому что, находясь на отдыхе, у нее вдруг она заболела резко, резкие боли. Ее отправили в больницу, и, оказывается, там нашли большой камень, и вовремя была сделана операция. Если бы, например, как она говорит, здесь, то почему-то не видели этого камня. А вот там врачи увидели, и страховка покрыла все расходы. И мы, конечно, обратно везли, и ее очень так аккуратно старались ехать, потому что человек только после серьезной операции. Туризм – это, знаете, как наркотик. Как ты подсел, на него слезть с него очень тяжело. Конечно, это любимая работа, и хобби, и все вместе. Если бы это мне не нравилось, я бы не занималась уже давно. Мои планы, конечно, дальше идти вперед. Вы знаете, мне очень-очень импонирует медицинское направление, медицинский туризм. Потому что сейчас это очень остро у всех, начиная от молодежи, и кончая уже пожилого возраста. Поэтому я сейчас работаю над такими программами, чтобы чек-ин программу ехать, и за два дня пройти полное обследование. Ну, не в Латвии, естественно, в другой стране. Плюс та же самая пластика. Тоже предлагать такие туры. То есть, очень вот мне интересно это медицинское направление. И, конечно, свои туры мы разрабатываем автобусные. И вот еще хотелось бы разработать авиатуры. Свои собственные творческие и авторские. Итак, 24-й год наступает. Я хочу пожелать всем-всем-всем самых интересных путешествий. Чтобы ваши мечты обязательно исполнились. И вы выбрали именно тот отдых, который вам импонирует. Новые друзья, новые эмоции, новые встречи. Так что полетели, поехали, поплыли. В 24-й год. Подписывайтесь на блог. Тревел-блог Балтия. Где вы можете узнать очень много всего интересного, полезных советов и отзывов. Субтитры сделал DimaTorzok